В поисках острых ощущений молодежь часто становится заложниками наркотиков, не замечая того сами. Семья, друзья, учеба и работа абсолютно утрачивают значение. Смысл жизни – доза. В 21 веке наркомания достигла масштабов эпидемии. По официальной статистике в России проживают более полумиллиона наркоманов. Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет составляют большую часть – около 60% от числа зависимых. По данным мониторинга ситуация тяжелая. По России мы сейчас, Иркутская область, на 20-м месте. Но наблюдается положительная динамика и наркоманов становится меньше. В борьбе со страшным явлением важную роль имеют профилактические мероприятия. Среди учебных заведений города Иркутска лучшим вузом по борьбе с наркоманией признан Ирниту. Наиболее эффективным способом по-прежнему остается пропаганда здорового образа жизни и реальные примеры любителей получить кайф. По профилактике наркомании у нас идет, изначально, как только студент поступает в политех, соответственно, начинается работа с общежитием, начинается с адаптации студента. Прathlon проводится первый курс, обязательно с согласия студентов проводится анкетирование. Анкетирование, оно анонимное, и только с согласия студента. Соответственно, если выявляются какие-то там факторы рискоса, там идет уже, то уже с согласия студента идет метасвидетельствование. В 2014 году по показателям, насколько мы смотрели, было 11%. На данный момент, сейчас это 1,4%. На протяжении всего учебного года проходят лекции и тренинги со студентами, которые находятся в зоне риска. Также идут регулярные обучения тренеров по борьбе с наркоманией. На них рассказывают о вреде наркотиках, последствиях их употребления на организм, об особенностях людей, которые выбрали неправильный путь и как им вновь найти свое место в обществе. Хочешь быть человеком, почувствовать себя человеком, помоги другому. Поэтому у нас сейчас очень много проблем и для молодых, чтобы они не слышали только нас, людей преклонного возраста. Поэтому им хотелось бы, чтобы они говорили равный-равному. Вот все в их руках. И кто, если не мы, изменим этот мир к лучшему. Наилучший результат работы достигается, говорят специалисты, когда профилактические мероприятия проводит сама молодежь. Они с легкостью понимают оказавшихся в беде. Волонтерские организации протягивают руку помощи каждому. Некоторые наркоманы находят в себе силы отказаться от яда и вернуться к обычной жизни. Мы заинтересованы в том, чтобы они вели здоровый образ жизни. Им так приятно. И мы становимся с ними друзьями. И вот они начинают вести здоровый образ жизни. Говорят о том, что мы иногда даже созваниваемся, переписываемся в социальных сетях. О том, что ну как, как твои успехи, ты бросил. Он такой, да, да. И ему интересно это. И потом мы уже становимся действительно друзьями. И получается, что это очень эффективно. В настоящее время практически не существует ни одного региона, где бы не были зафиксированы случаи употребления наркотиков. Ежедневно люди ради получения новых ощущений пробуют наркотики. Эта пагубная привычка приводит к тяжелым последствиям. Деградация человека, разрушение личности, болезни и смерти. Поэтому кайф лучше получать от спорта и здорового образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова